С вами Виталий Менчуковский и в сегодняшнем видео касательно фотошопа поговорим про вот такую интересную тему как инстаграм. Сегодня сммчики просто сходят с ума, все делают для инстаграма, рекламы, посты и так далее. И в принципе если с постами все достаточно просто, то всегда возникает вопрос как же сделать stories, то есть историю для инстаграма. Я покажу вам как в фотошопе очень быстро сделать набор изображений для stories, загрузить их туда и получить желаемый результат. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится в фотошопе. У меня это версия Adobe Photoshop Creative Cloud 2018 года. И в принципе то, что я буду показывать у вас получится только в Creative Cloud. Во всяком случае удобно, поэтому обзовитесь пожалуйста в Creative Cloud. Если у вас до сих пор Creative Studio, то вы очень отстали. Очень рекомендую поставить Creative Cloud 2018 года. Удобная штука и очень много всяких прибамбасов. Все-таки Adobe тут накрутил, работая достаточно качественно и круто по сравнению с предыдущими версиями. Ну что ж, порекламировал Adobe, к сожалению за это не платят. Но что же делать? Итак, идем в вкладочку файл создать. Ждем пока откроется окошко. И здесь все очень просто. Инстаграм сильно не заморачивался и пропорции изображения для Stories 9х16. Поэтому нам просто вкладочка для интернета и выбираем размер изображения 1120х1080. Вот так все просто. Ставим галочку монтаж на область и меняем просто ориентацию с альбомной на книжную. Разрешение 72 пикселя на дюйм. Цветовой режим RGB. Содержание фона в принципе значения не имеет. Все, нажимаем создать. Вот у нас монтажная область 1. Мы пронумеруем как ее 0.1. Это будет первый кадр нашего Stories. И теперь я при получии инструмента перемещения закину туда фотографию, которая будет бэком. Так, фотографию вставили. У вас могут быть разные картинки. Я так сильно заморачиваться не буду. Теперь подгоняем изображение. Так, чтобы оно нам нравилось, как оно там стоит. Так, ну вот как-то вот так. Будут у меня здесь горы. Так, дальше вы можете наложить какой-нибудь там спецэффектик. И я добавлю. Для этого возьму корректирующий слой. Карта градиента. Так, ну и выберем какой-нибудь градиентик. Такой поинтереснее. Вот этот мне нравится. Все. Отлично. Будет вот такой вот эффект. Дальше нанесем сюда текст. Текст. Лучше все, конечно, писать по центру изображения. Для этого используется инструмент текст. Растянем текстовую область. Потом поставим это все дело по центру. Вот. Ну и здесь. Сейчас мы выставим размер шрифта побольше. Так. Я возьму какой-нибудь шрифт. Так. И это будет у меня. Один из моих любимых. Это шрифт Bebas. Вот. Ну и здесь мы напишем, да. Как сделать стори для инстаграм в фотошоп. Так. Ну и сейчас текст подкорректируем. Цвет зададим белым. В принципе, здесь нет никаких сверхъестественных действий. Поэтому, думаю, сильно комментировать смысла я не вижу. Все. Дальше текст располагаем так, как мы уже хотим. Так. Текстовую рамочку. Так. Теперь Ctrl-T. Сделаем текст побольше. Вот. И расположим его по центру. Примерно вот так. Так. Дальше добавлю тень своему тексту, чтобы она лучше считалась. И сделаю еще одну хитрую вещь. Слой ниже. Цвет. Черный. Ок. И поставим непрозрачность 50%. Есть. Ну, вы можете поэкспериментировать. Все зависит только от вашей фантазии. Есть. Теперь. Вот наша монтажная область. Становимся на нее. И нажимаем Ctrl или Command J Joker. Просто создаем дубликат. Это будет второй кадр. Да. Здесь мы напишем другой-другой текст. Да. Ну, вот допустим, как сделать стори для Instagram Photoshop за 5 минут. Ну, тут я уже просто побалуюсь. Вы этого можете, конечно, уже не делать. Так. И второй слой мы тоже дублируем. Точнее, монтажную область. Так. Это будет 0.3. И здесь напишем смотри треть на канале. И ниже YouTube. Так. Отлично. Вокруг нарисуем прямоугольничек. Инструмент прямоугольник. Рисуем прямоугольничек. Настройки с заливочкой отключаем. Обводочку включаем белую. Делаем ее потолще. Так, чтобы было хорошо видно. Вот. Отлично. В инструментном перемещении все это подравниваем так, как мы хотим. И вот наши три кадра для сториз, собственно говоря, готовы. Осталось их просто перевести в формат JPEG. Для этого идем в файл. Экспортировать. Экспортировать как? Ждем, пока загрузится программа. И здесь покажутся наши файлы. 0.1.2.3. Выделяем их все дружно. В правом углу в формат выставляем JPEG. Все, все картинки в JPEG. Нажимаем экспортировать все. Ну, а дальше остается только выбрать, собственно говоря, куда же все это дело экспортировать. Все, картинки сэкспортировались. Все классно, все отлично. Дальше, собственно говоря, нас ждут непосредственно шаги, которые нам необходимо сделать в Инстаграме, в телефоне. И сейчас мы увидим, как это делается. Открываем телефон, переходим в добавление нового кадра, открываем наши картинки и добавляем их в историю. Сначала одну, потом вторую, потом третью. Ничего сложного, все очень быстро получается. И в итоге мы получаем готовый сториз. Скинуть фотографии на телефон не так уж и сложно, как вы понимаете. Если у вас Macintosh и Apple, это AirDrop. Если это Android, то и Bluetooth, в принципе, подойдет. Итак, надеюсь, данное видео было полезно. Если это так, не забудьте поставить лайк. Ну, и не забудьте подписаться на канал. Там много вообще чего интересного. С вами был Виталий Мичуковский. Встретимся в следующем видео. Всем пока. Продолжение следует...